Слава Богу, мы снова с вами в Иерусалиме. На этот раз мы с вами в необычном месте. Позади меня лестница, которая вела в храм. За ней ворота. Это одно из не очень многих мест в Иерусалиме или в старом городе Иерусалима, которые можно со стопроцентной уверенностью сказать, что они были уже во времена Иисуса. На этих ступенях это так называемые ступени учения, на которых разные раввины, пилигримы и, конечно же, наш Спаситель Иисус учил народ. По этим ступеням Он ежедневно поднимался в храм. Вот на этой стене видны остатки ворот. С одной стороны двойные ворота и с другой стороны тройные ворота, по которым люди поднимались в храм. Итак, Иисус приходит в Иерусалим. Почему Он это делает? Где бы Он ни был, Он, как правоверный еврей, должен трижды в году приходить в Иерусалим. И трижды в году, по меньшей мере, Он должен воздавать Господу хвалу. Весенних два праздника – это праздник Пасхи и праздник Пятидесятницы и осенний праздник или праздник Кущи. Итак, мы будем читать с вами, начиная с седьмой главы Евангелия от Иоанна. «Иудеи же искали Его на празднике и говорили, где Он». Когда в Новом Завете или в Евангелиях, или вообще в еврейской традиции говорится слово «праздник» без упоминания, какой праздник, всегда имеется в виду праздник Кущи. Я хочу вам сказать еще раз то, что я некратно повторял в рамках этого курса. Этот курс – не учебное пособие по богословию. Цель его вовсе состоит в том, чтобы определить семь знамений, семь чудес, семь знаков, семь законов, четыре правила, и потом представить это во вполне законченную картину. Отнюдь нет. Все, чем мы с вами занимаемся, это, насколько нам это возможно, беспристрастно, пытаемся проследить жизнь нашего Господа. И делаем мы это здесь, в храме, помятуя, я хочу еще раз и еще раз повторить, что дело происходит в Иудее в начале первого века нашей эры. Итак, Писание продолжает. «Много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил». Когда Писание говорит «в половине праздника», праздник продолжается семь дней. Значит, в половине праздника, имеется в виду, по прошествии трех, трех с половиной дней, Иисус поднимается по этой лестнице и учит. Кстати, несколько слов об этой лестнице. Прямо напротив нас, с другой стороны, пруды силуанские. Полагалось на праздник кущий нести воду из прудов силуанских. Это делали левиты, причем делали они это с пением. И они поднимались снизу, с города Давидова, они поднимались вверх по этим лестницам и несли воду в храм. Мишна говорит, что когда они шли и поднимались по этим ступеням, они расплескивали воду. Время еще достаточно жаркое. Но, прибыв в храм, они воду эту разливали возле жертвенника в определенном месте, и тогда радость народа достигала апогея. Кстати, это именно то место, при поднятии на которое пелись псалмы. Причем псалмы, которые называются псалмами восхождения. Это псалмы со 119 по 133. То есть левиты шли, поднимались, пели песни восхождения и расплескивали воду. Итак, Иисус в середине праздника приходит и учит здесь, именно на этом месте. И удивились иудеи, говоря, что он знает Писание, не учившись. Ну, естественно, Иисус не заканчивал семинарию, естественно, Иисус не заканчивал ешиву. Он получал знания непосредственно от Господа Бога. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Иоанн, как никакие другие евангелисты, очень часто используют слово иудеи. И мы должны понимать, что это слово может иметь несколько значений. И оно имеет несколько значений у Иоанна. Во-первых, слово иудеи относится ко всем израильтянам. После разделения царства на два, северное и южное, северное в Самарии и южное в Иудее, произошла ситуация, при которой северное, так называемое царство израильское или израильтяне, ушли в изгнание. Но часть их, тем не менее, перешла в иудеи. Начиная с этого времени, практически слово «израильтянин» и «иудей» становится синонимами. Раз так, то слово «иудеи» может обозначать просто «евреи». Другое значение слова «иудеи» имеется в виду верующий или религиозный. И третье значение – религиозные руководители. Поэтому, когда в Писании, говорит, удивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись, по всей видимости, речь идет о руководителях. Поскольку все евреи делились, грубо говоря, на две категории. Одна, так называемая, просвещенные, а другие – ам-а-арец, или народ земли. Народ земли был абсолютно не просвещенный, поэтому, естественно, они не могли судить о качестве учения Иисуса. Кто это могли делать? Могли делать религиозную власть, придержавшие. Иисус, отвечая им, сказал «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Мы отмечали уже не раз и еще раз повторим, что Иисус учил как власть имеющий, а не как книжники с фарисеями. Что это значит? Это значит, что Он никогда не ссылался на других раввинов, а всегда говорил от Своего имени, что было абсолютно не принято. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении от Бога, ли оно, или Я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего Его, тот истинен, и нет неправды в нем». Народ сказал в ответ «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им «Одно дело сделал Я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов их, и в субботу вы обрезываете человека. Если же в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего лишь человека исцелил в субботу?» И тут надо остановиться поподробнее. Мы должны понимать, что обрезание дано было евреям не Моисеем. Оно зашло интегральной частью в закон Моисеев, однако по сути своей завет обрезания – это знак завета с Авраамом. Теперь, естественно, что по закону творческие или креативные дела в субботу запрещены, но традиция разрешает обрезание в субботу, и Иисус говорит «почему вы хотите Меня обвинить?» Если разрешено обрезание в субботу, то, естественно, другая работа, нетворческая работа точно так же разрешена. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Не первый раз мы будем с вами много-много говорить об учении Иисуса в связи с Его отношением к внешним признакам, к фарисеям. Здесь Он еще раз напоминает, судить надо не по внешним признакам и по внутренним. «Вот Он говорит явно, и ничего не говорят Ему. Не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Мессия или подлинно Христос? Но мы знаем Его, откуда Он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. То есть, иными словами, они как бы намекают на происхождение Иисуса. Тогда Иисус возгласил в храме, учая, говоря «И знаете Меня, и знаете, откуда Я? И пришел не сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня. И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его». Многие же из народа уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил. Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе и послали фарисеи, первосвященники, служителей схватить Его. «Иисус же сказал им, еще недолго быть Мне с вами, пойду к пославшему Меня, будете искать Меня, и не найдете, где буду Я, туда вы не можете прийти». При всем иудеи говорили между собой, куда Он хочет идти, так что мы не найдем Его. Не хочет ли Он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов? Что значатся и слова, которые Он сказал, будете искать Меня, и не найдете, и где буду Я, туда вы можете прийти. Несколько вещей очень-очень-очень важных. Они прекрасно знают, что Иисус не происходит из иудеев, что Он из Галилеи. Может ли что-то хорошее быть из Галилеи, утверждают слова Писания, или это была традиция. Существовало поверье, согласно которому Он, и это не поверье, то, что Он должен происходить из колена Давида, но поверье состояло в том, что Он должен был обязательно родиться в Иерусалиме. Естественно, это не тот случай с Иисусом. Он рожден в Вифлееме, но предубеждение или пренебрежение всем тем, что имеет свои корни в Галилее, в еврейском народе, все-таки очень большое. Тогда возникает вопрос другой, вроде как спасительный. Они говорят, наверное, Он хочет идти в эллинское рассеяние или учить там эллинов. Вот два понятия. Эллины и эллинисты. Эллинисты – это евреи, которые жили в диаспоре, и которые так или иначе стали более или менее гражданскими, секулярными и усвоили греческие привычки и традиции. Это эллинисты. Эллины – это не евреи. Так вот, в иудаизме существовала идея, при которой, и не раз мы находим об этом в еврейских традиционных источниках, когда евреи занимались празелитизацией, то есть проповедовали Евангелие Эллином, но мало времени уделяли их воспитанию. Или мало времени уделяли то, что сегодня мы назвали бы ученичеством. И это считалось как бы незаслуживающим внимания среди нормативного иудея, поэтому палочка-выручалочка могла здесь быть следующего плана. Ага, может быть, ты хочешь идти с таким образованием, которое у тебя есть, и учить эллинов. Ну что ж, пожалуйста. Это наименьшее из всех зол. Но мы видим, раз за разом Иисус смущает всех. В том числе людей, которые вроде бы и не веруют Ему, и они постоянно говорят, да, но Он сотворил огромное количество чудес, в том числе и мессианских чудес, в том числе и чудес, которых никто никогда не видел, не слышал. Неужели же нам ждать другого Мессии? Тут, естественно, мнения разделились. И это совершенно нормально. Но с другой стороны, мы должны понять, и это очень положительная вещь, что и среди фарисеев, и среди простого народа были те, которые поддерживали Иисуса, и которые не поддерживали Его. И те, и другие, те, которые отвергали, и те, которые поддерживали, видели в учении Иисуса аутентичное еврейское учение. Иисус, который толкует по-своему закон, толкует его таким образом, что обрезание можно совершать в субботу, тем не менее не пренебрегает законом. И это без сомнения то, что сближало его с народом. То, что делало проповедь Евангелия доступной для народа, который был вокруг него. Ну, а вокруг толпа продолжала веселиться и праздновать. Вообще, праздник Суккот, это праздник, который знаменует конец засушливого сезона и начало нового сезона, сезона дождей. Праздник Кущи, когда евреи живут в Кущах, и первый раз им это было заповедано в пустыне, состоял в том, что это был период времени, когда дожди вот-вот должны были начаться. Тот, кто бывал в еврейской пустыне, видели, что дожди представляют собой там чудовищное бедствие, потому что почва каменистая, селевой поток сметает все на своем пути. Раввины даже вышли с предложением для того, чтобы не начинать молиться о дожде раньше, чем через три дня после окончания праздника Кущи, для того, чтобы все люди, которые пришли на праздник, могли уйти. И важно сказать, что то, что мы читаем у Якова, дождь ранний и дождь поздний, последние дожди в Израиле перед Пасхой, или в канун Пасхи, или сразу после Пасхи. И первые дожди начинаются после праздника Кущи. Это так называемые ранние дожди. И вот люди, которые сидели в пустыне, в своих кущах, они должны были взирать на небо, потому что крыши должны были сделать из листьев, из ветвей. Они промокали. И они должны были с надеждой взирать, что дождь не начнется, потому что если бы он начинался, это было страшное зрелище, это было очень опасно. А они должны были, обязаны были целую неделю в кущах. Итак, время отдыха заканчивается. Заканчивается праздник. Иисус продолжает учить в храме. Мы с вами говорили уже о том, что существовало три стадии, при которых исследовалось то или другое движение в иудаизме. И первая стадия это была, когда приходили, просто наблюдали, ничего не говорили. Вторая стадия исследования это когда фарисеи, признав движение значительным, приходят и начинают задавать вопросы. Третья стадия, в которую вступает сейчас Иисус, она уже стадия гораздо более активного вмешательства в его учения со стороны недругов. И она характеризуется всегда серьезным видом провокациями, вопросами, которые искушают, вопросами риторическими или вопросами, на которые в принципе не может быть ответа. Поэтому здесь и впредь от Иисуса потребуется огромное количество мудрости, толерантности, терпения. И вместе с тем изобретательности и верности закону, чтобы, отвечая фарисеям, тем не менее оставаться в рамках того же учения, которое он и сам дал в свое время Моисею, а сегодня отстаивает его в новозаветное время. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.